Уважаемые депутаты, я поздравляю всех с тем, что мы прошли выборы. Депутаты получили свои мандаты, и сегодня мы все вместе являемся представительским органом власти, и люди, голосовавшие за нас, ждут однослаженной работы. Я знаю, что много депутатов, которые первый раз избраны. Это говорит о том, что омолаживается депутатский корпус, будет новая энергетика, новые предложения, идеи, мысли, которые, я уверен, принесут пользу городу. С другой стороны, я рад, что Одесса в очередь нас подтвердила о том, что мы идем выбранным курсом, курсом на созидание, курсом на то, что делает наш город комфортнее, уютнее, создавать условия жизни нашим гражданам, приводить город в порядок, одним словом. Я думаю, что эта преемственность подтвердилась итогами выборов. И самое главное сегодня, что хотелось бы мне сказать в таком кратком обращении, о том, чтобы мы все, наверное, с сегодняшнего заседания, особенно те, кто избран в первый раз, поняли, что выборы закончились. От нас с вами зависит, какой будет наша работа. Все то, что мы говорили, все те предвыборные программы, которые были, я готов к конструктивному диалогу с теми, кто шел кандидатами в мэры. Были неплохие идеи. Все это обсуждать, воплощать в программы и в наши решения городского совета и воплощать в жизнь, если это принесет пользу Одессе. Сегодня мы живем и работаем в непростое время. Вы все это знаете. Пандемия, даже с избранием нас депутатами, не закончилась. А та информация, которая есть, она неутешительная. И нам есть над чем работать. Мы вчера провели заседание исполнительного комитета. Мы были вынуждены это сделать под причиной того, что мы с вами вместе затянули это время, в которое мы могли гораздо быстрее собраться и прямо, знаете как, с корабля на бал. Прямо с избирательной кампании вступить сразу в решение насущных, текущих, важных для города вопросов, связанных с обеспечением медицинской безопасности и сохранения здоровья и жизни Одесситом. Мы вчера провели исполком, потому что он правомочен до избрания нового исполкома. Мы назначили управление капитального строительства заказчиком выполнение ремонтов в пятой, в инфекционной, в первой больницах. И мы планируем, и в восьмой больнице, мы планируем количество койко-мест довести до 400, увеличить на 476 койко-мест. Потому что сегодня мне еще не приходилось водка утром, сколько у нас свободных мест остается. Но на вчерашний день на вечер было 30 койко-мест свободных. И количество тех, кто, к сожалению, приобретает эту инфекцию, растет. Мы каждый день в стране преодолеваем очередной антирекорд. Поэтому очень вас прошу, чтобы мы в кратчайшие сроки смогли сформировать рабочие органы. Я прошу вас, чтобы мы смогли сформировать комиссии, исполнительный комитет. И начали совместную работу на благо Одесситов.